Добрый день всем, друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня у нас 23 февраля 2023 года. Хочу вам рассказать про накопление второго пенсионного уровня. Я думаю, что это очень многих заинтересует, так как мы сами с Натальей, с женой, сталкивались с этим. Про накопление второго пенсионного уровня, про завещание, друзья. Их можно завещать. И вот что же происходит у нас с ними? И вообще есть ли эти накопления? Потому что многие, с кем я не разговаривал, не верят люди, что накопление второго пенсионного уровня все еще есть. Друзья, я вам... Вот, пожалуйста, мы с Наташей завещали. Ну, к примеру, я вот одному сыну завещал, Наташа завещала другому сыну. У нас два сына. Как вот нас, кто постоянно смотрит, постоянные зрители и подписчики. Знают. Вот, пока жители такой возможностью пользуются нечасто. Давайте-ка мы разберемся. Вот сколько бы уже что-то сделали с этими накоплениями, что кто-то не сделал, сколько человек, сколько в процентном соотношении. Вот смотрите, на сегодняшний день лишь 26% или примерно 345 тысяч участников государственной фондируемой пенсионной системы подали заявление на использование накопленного капитала в случае их смерти до достижения пенсионного возраста. Вот немножко сейчас остановлюсь. Вот я сказал вам в начале видео. Мы это уже сделали, друзья. Ну, конечно, я желаю всем долголетия, здоровья и так далее. И счастья, благополучия, мира, добра. Как всегда, я вам всегда говорю, друзья. Конечно же. Ну, всем, конечно, хочется жить вечно. Но такого не бывает, друзья. Жизнь дается человеку один раз. Живем мы один раз на свете. Ну, и вот так вот, знаете, как бы ни о чем не думать. А потом, когда под старость приходит, уже когда ты немощный, ну, я вот так вот от себя говорю, уже немощный, уже ничего не соображаешь. Потом начинаешь что-то там тебе дети говорить. Там уже дети сами уже будут в таком возрасте. А вот, да, не сделали, мы не сделали, да. Ну, а потом уже, как говорится, локоть кусать. А вот, попробуйте кусить локоть. Это я, вы сами меня знаете. Я могу и так вам рассказать. Могу и так рассказать. Ну, друзья, давайте-ка мы вот разберемся, что дальше. Да. Слушаем дальше. В случае смерти до достижения пенсионного возраста свидетельствуют данные Государственного агентства социального страхования. Это ГАЗ у нас в Латвии. С 2020 года у жителей Латвии появилась возможность выбирать, кто унаследует их пенсионные накопления второго уровня. Данный ГАЗ показывает, что в настоящее время накопленный пенсионный капитал большинства латвийцев будет зачислен в государственный бюджет в случае их смерти до выхода на пенсию. Вот так вот, друзья. Слушайте внимательно и подумайте. Лично я говорю, мы ходили и это все сделали. Закон, это очень быстро делается, друзья, ну, очень быстро, моментально. Ну, что там? Закон, а очередей, кстати, там и не было. Закон о... Записывайтесь, вам назначают время. Закон о государственных фондируемых пенсиях предусматривает, что участник второго пенсионного уровня может передать свои сбережения по наследству в порядке, установленном гражданским законом. Или добавить их капиталу второго пенсионного уровня другого лица. Жители Латвии также могут ничего не делать и оставить все накопления в государственном бюджете. Что и происходит в тех случаях, когда человек не указал свой выбор, слушайте, слушайте, выбор в отношении вариантов наследования пенсии. Если человек хочет, чтобы его накопленный пенсионный капитал второго уровня был передан по наследству, он должен уведомить об этом ГАЗ, вот службу, сделав соответствующую отметку. Ну, как и мы, я повторяю, я теперь буду повторять вам, что вот мы сделали с Наташей и переписали, унаследовали свой вот этот пенсионный уровень своим сыновьям. Если наследство передается в порядке, установленном гражданским законом, наследники могут узнать о накопленном пенсионном капитале второго уровня умершего у присяжного нотариуса, открывая дело о наследстве или обратившись в ГАЗ. В таком случае оставленное покойным наследство можно получить, как только будут выполнены все формальности, перечислением на банковский счет или переводом на другой пенсионный капитал второго уровня. В случае, если участник государственной фондируемой пенсионной системы принял решение в пользу прибавления накоплений капиталу накопительной пенсии конкретного лица, об этом можно узнать на портале latvia.lv. накопленный пенсионный капитал второго уровня, в том числе дополнительный капитал от пенсии умершего, можно использовать только по достижении пенсионного возраста. Слушайте внимательно. И это означает, что в случае смерти основного кормильца, семьи, пережившей его супругу, может получить завещанное наследство на свой банковский счет, в ближайшее время получив дополнительное наследство на содержание семьи. А в случае, если умерший завещал накопленный капитал супругу, как получателю выгоды, финансовые средства будут доступны только после выхода пережившего супруга на пенсию. Каждый участник второго пенсионного уровня имеет возможность выбрать один из трех вариантов передачи наследства. Заявление о наследовании пенсии в ГАЗ можно подать на портале latvia.lv, выбрав заявление об использовании накопленного капитала государственной фондируемой пенсии в случае смерти до выхода на пенсию по старости. Это также можно сделать лично в центрах обслуживания клиентов ГАЗ или отправив электронное заявление на адрес edos.vsa.gov.lv с электронной подписью. Надеюсь, друзья, вы поняли этот адрес. Если человек желает присоединить свой накопленный пенсионный капитал второго уровня к пенсионному капиталу конкретного лица, в заявлении следует указать это лицо, вот точно так же, как мы делали, которое не обязательно должно быть родственником. При этом следует учитывать, что если указанное лицо не является участником второго пенсионного уровня в день регистрации факта смерти, передающего наследство участника второго пенсионного уровня, капитал наследуется в порядке, предусмотренном гражданским законом. Друзья, надеюсь, вам эта информация пригодилась. И вот про это, про накопление второго пенсионного уровня еще раз повторяю. Мы с Наташей уже унаследовали. Ну, потому что, я говорю, все ходим под Богом, понимаете? Поймите правильно. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Не забывайте подписываться на наш канал. Ну, конечно, никого не принуждаю. По желанию, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете на эту тему. Ну, кто уже унаследовал, кто не унаследовал. Делитесь с друзьями в социальных сетях. Ну, еще раз повторяю, мы унаследовали своим сыновьям. Всего вам доброго. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok